здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и сегодня мы продолжаем наш обзор наше приобретение из винтажной лавки и пожалуй хочу начать из этой прекрасной такой цепочки колье даже вот меня регина поправила можно назвать даже мы уверены не в серебряном тоне а из серебра хотя мы и не нашли маркировку или пробу мы ее почистили в нашем растворе чистящим серебро и она сразу стала таким как новым хотя было очень темное смотрите какой она красивая и если бы это было не серебро но бы не очистилась но маркировок здесь никаких не имеется очень меня удивило сильно удивило нас такое крепление крепление в виде крючка и вот восьмерочки невозможное такое крепление довольно таки винтажно великолепный такой переход кругленьких таких бусинок из овальной формы ты такой продолговато вернее очень красиво да сегодня у нас будет работа для манекена я смотрю очень нечто красивое приобретение да я смотрю сегодня еще одно вот изделие будет для манекена у нас подвесочка кулон с цепочкой да скажу вам сразу что не обращайте внимание пожалуйста на эти ценники которые бывают наклеены на изделие она совершенно уже к нам не относится к нашей покупок когда мы покупаем она там где-то возможно было когда-то по таким ценам может быть каких-то из 100 сейлах может продавалась я не знаю да почему тут действительно вот на этом кулончике цена была довольно высокая не знаю почему потому что здесь мы ничего не нашли даже серебряные маркировки из серебра это не нашли мы ничего абсолютно до дороговато было цене но обычный кулончик кристалл очень ну да цвет очень красивый нежного голубенький такой не знаю до преломление такую восхитительной красоты ну может кому-то кристалл так понравился него так оценили ну и обычно цепочка похоже смотрю на якорное плетение замочек крабик и вот это удлинение еще до такой идет цепочка современно вполне не исключаю что это современное даже изделие ну красиво чё поделаешь этого не отнять а это находка для нас была загадкой то ли это брошь то ли такой зажим непонятное изделие и украшением да и когда я вот просто его там оттягивал я не мог понять для чего это в лавке потом регина дома как-то вот по моему то до конца да ты сделала да вот так открылась так она выглядит что это для чего да а что и для чего мы не понимаем или также она раз зажимается все явно приспособление к чему-то конечно же но мы не можем догадаться кто знает пишите в комментариях следующая наша находка пин выполненном золотом тоне верхушечка обратите внимание внимание в виде ромба серединочка вся в кристаллах имеется такая заглушечка чтобы не уколоться посмотрите теперь главное мне не уколоться тут мы видим маркировку компания эйвен что изделие в прекрасном состоянии да вот интересная находка скажу было у нас брошь на подложке оригинальной значит керамический дизайн сделано вручную из ирландии в ирландии и что же мы видим с обратной стороны здесь нет ничего интересного а вот мы видим небо луну или солнышко два барашка зеленая травка и не гуляют на лужайке пасутся до щипают травку что интересный такой сюжет можно рассматривать долго нам очень понравилось это брошь вы посмотрите пожалуйста на эту красавицу пчелка необыкновенной красоты мне она напомнила мультфильм пчелка мая я не знаю почему я про это вспомнил сам вроде как его не смотрел вот почему то может какой-то эпизод я видел пчелка мая и очень похожи вот этот персонаж из мультфильма похож на эту брошь пчелка мая так и назовем вы посмотрите какая красота покрыта эмалью все у нее видите и крылышки лапки глазки ротик щечки улыбка какая глазки кристаллики посмотрите ой сохранность просто великолепная вот и вид с обратной стороны без маркировки металл имеет брошировочку иголочка смотрю и крепление для иголочки видно что довольно таки винтажные изделия прелестная находка я считаю брошь пчелка мая да конечно же и следующая наша находка это брошь виде стрекозы в ней заметил небольшую потеря виде кристаллика на хвостике на тельце посмотрите какая красавица основа у нас имеет золотой тон и так она выглядит с обратной стороны да конечно же это я тоже увидел но как же было не взять брошь от компании 1928 великолепная работа от компании 1928 посмотрите пожалуйста какая интересная брошь я когда я увидел лавки подумал про себя надо взять обязательно я такой работы еще не встречал долго не мог понять что это за птица мне показалось что это как тетерев по-моему вроде как ну не знаю такую вы посмотрите как как они удивительно мастер выкрасил в такое разнообразие цветов материал не могу даже сказать он как посыпан таким сахаром на ощупь да она шуршит вот как будто сахарком присыпали очень интересная такая работа дизайн этот я не понимаю как это все сделано подрисовочка имеется я смотрю да я вам скажу такие могут быть на эти мастера даже свое имя туда вписать так незаметно и не разберешь и волка очень длинным я не знаю может это она не родная может быть и родная обратная сторона вот так выглядит броши я смотрю брошь видите она из двух из двух частей как бы состоит видно крепление очень красивая работа но уточнить еще больше не могу они только полюбоваться красотой да когда регина увидела эту брошь но очень понравилась брошь выполнена на перламутре видим такой дракон китайский тема китая скорее всего у нас такой грозный вид какой-то у него ну да но то он и дракон хвост у него смотрите как все сделано все так реалистично нужно испугаться глазки красного цвета вот так выглядит брошь с обратной стороны без маркировки скажу вам сразу для меня это было удивительно увидеть такую брошь насколько их много среди на перевидел и и сам был удивлен такой необычной красотой и просто той ли такой я вам скажу брошь яблочко на перламутре ну как бы как и было сделать так мне нежная такая работа удивительно просто яблочко листочки еще два видите жемчужинки таких смотрите какой перелив идет красивейший просто необычный самое интересное что сделано то основа у нас из металла идет имеется крепление для кулона и иголочка для броши очень ага еще и хвостик посмотреть сзади снизу сохранность просто великолепно реалистично сделано да очень реалистично можно взять и съесть подумать что это яблоко настоящее просто послушайте мне регина подсказала что те версию что то еще сверху вот эти маленькие два яблочка но они еще не выросли великолепно только она могла такое придумать но как версия пойдет а ты думаешь это цветочек лотоса да вот регине показала что это цветочек лотоса я вообще не знаю что можно сказать на этот счет только очень красивая могу сказать кулон цветок лотоса это моя версия да не ругайте мишу надеюсь я не ошибся ну посмотрите какой кулон красивый оправа в серебряном тоне как цветок этот реалистично вырезан а самое интересное скажу вам это обратная сторона она имеет такой перелив перламутровый удивительная красота только можно что сделать вывод или это двойная какая-то идет снизу перламутр сверху может быть пластик или же это я не сам не знаю почему такая обратная сторона красивая не знаю еще такой притемнен у нас сегодня какие-то загадки скажу очень классная находка это трамвайчик трамвайчик необычный необычным тем что канатная дорога проходит под землей как он там двигается ума не приложу да это по сан-франциско такие ездят видеть это исторический такой исторические трамваи как и найти музейные такие экспонаты катающиеся по городу не изменилось ничего в них туристы катаются до тех пор да очень нравится туристам такие трамвайчики сделано скажу вам реалистично даже регинатом увидела пассажира и так она выглядит с обратной стороны мы видим маркировку от компании джей джей умеет же удивить эта компания такое разнообразие у них изделий брошей от животных до вот смотрите до трамваев прекрасно очень интересно да брошь конечно красивая ничего не скажешь в виде цветочка вполне возможно это ромашечка так но самое недостаток не отсутствует иголочка видно ее сломали и так вот брошь прекрасная без иголочки а взять нельзя было пусть так лежит в коллекции до регина для интереса искала в интернете подобные броши и находила практически один в один такие броши может быть исключение было в том что от свет разных кристаллов а по форме все совпадало да и такой завицы витой стебелечек была компания вайс здесь маркировки нет потому что была маркировка на одном из листиков по моему этом и да у нас здесь мы видим открытые кристаллы а в компании вайс все было закрыто насколько я помню точно эти листочки и на задней стороне листочка была компания вайс не знаю это компании здесь нет маркировки но очень похоже нет конечно нет если нет маркировки как мы можем утверждать просто очень похоже брошь была от компании вайс просто один в один удивительное просто сходство брошь сама по себе очень красиво конечно очередная наша находка в виде кулончика я смотрю в золотое праве все выполнено как хорошо как красиво посмотрите завальцован кабошон такими крапанами интересными волнообразными но сам материал я не знаю затрудняюсь сказать камень то что это натуральный камень от регина утверждает но какой представляете она не знает какой камень вы посмотрите какое вот крепление для кулончика имеется какие ведь ой листочки и лепесточки какая красота одним словом на сам камень в среде кабошон это как он какие вкрапления у него удивительной красоты вот так она выглядит с обратной стороны без маркировки очередная наша находка я смотрю это брошь и даже имеется крепление под кулон довольно крупная давайте посмотрим ее поближе оправа имеет золотой тон приглушенный кабошон это тоже камень мы тут сделали такое предположение возможно это яшма как-то очень похоже какую-то картинку мы нашли камни схож на яшму так и вот и обратная сторона с обратной стороны я увидел несколько маркировок или же каких-то и изображений маркировок я даже не знаю а вот разгадать я никак не могу имеется вот здесь что-то подобное на маркировку а здесь уж точно что-то в ромбе какие-то буковки ну и больше такого ничего нет я не знаю может кто-то из вас знает пишите в комментариях да пожалуйста было бы интересно все таки узнать что это за маркировка роскошно скажу вам изделие а это находка нас покорила своей красотой просто удивительная работа это у нас локит локит кулон да возможно скорее всего это для фотографий вот и задняя сторона обратно так он выглядит спереди только дома только дома мы обнаружили что здесь такая витязь стерта надбито немножечко и здесь снизу и здесь вот но красивая работа какая вы посмотрите стиль гильёж я вижу до техника простите в технике гильёж цветочки подрисовывать к золотом обратите внимание какая красотища просто красивая работа цветочки как живые да кулончик на фарфоре букет цветов великолепная работа оправа имеет серебряный тон да совершенно верно имеются крапаны ну или какая-то их видимость крупные четыре штуки да так он выглядит с обратной стороны с маркировкой явно подпись какая-то мастера прекрасный кулон с цветочками так следующая наша находка брошь в виде цветка основа выполнена в серебряном тоне с великолепными прозрачными кристаллами и так она выглядит с обратной стороны по обратной стороне можно сделать вывод что это середина 50-х годов прошлого века а это скажу вам даже мы когда ее взяли в руки и не подумал что это брошь такая вот она крупная тяжелая сначала мне показалось что когда-то в обзоре мы показывали как брошь от компании мазер забыл имя это два брата но в этой броши маркировки я не нашел никакую только такая уникальная скажу вам такая вот сложность работой как бы мне показалось я скажу основа у нас серебряном тоне выполнена вся усыпана вы посмотрите кристаллами особенно вот эти интересные такие квадратные необычной формы и так она выглядит с обратной стороны мне кстати тут регина принесла брошь но я не знаю видите почему-то сравнивая с этой брошью ну конечно это я по памяти сравнивал мне чем-то показалось что они чем-то могут быть схожи по дизайну что ли таком да и вот это я имел ввиду когда-то мы уже показывали эту брошь где-то я увидел маркировку да еще имеется браслет это уже было видео прошлых показах давно да вот вот тут компания вити мазер едва заметная да ну компания мазер мы сами были удивлены великолепная красота да ну это за эту брошь ничего не могу сказать маркировки не нашел видно только она массивная тяжелая добротная скажу очень такой дизайн интересно мне по правде сказать по правде сказать то интересный такой ведь крючочек для иголочки на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч на нашем канале